Была проведена титаническая работа. То здание, которое было передано храму, находилось в ужасном, запущенном состоянии, крайне аварийном. То есть какие-то моменты, какие-то перекрытия просто угрожали жизни и здоровью людей. Поэтому было принято решение на основании выданной проектной документации произвести тщательное обследование фундаментов здания, кирпичной кладки, то, что досталось. На основании этого провели испытание кирпича на его прочность, то есть прочность нажатия, прочность на изгиб, несущей способности у стен, грубо говоря, уже не было. То есть эксплуатация вооруженными силами СССР довела здание до такого причемного состояния. Самое страшное, что получилось, это вся нижняя часть кирпича, она была проморожена и, по идее, полностью разрушена. На основании, опять же, всех выданных проектов и работ, то есть было принято решение, какие фундаменты были сдвинуты, то есть установить их на место, взять монолитную железобетонную обойму. Вся эта работа была проведена и по кирпичу, то есть здесь тоже все воссоздавалось так, в том виде, в историческом, в каком оно было. Просто, для примера, оставились кирпичи, то есть можно их посмотреть, можете сами его пощупать. То есть то, что там на этом кирпиче что-то можно было, то есть, пожалуйста, можете сами подержать. То есть у меня не очень много силы, я не прикладываю, но вот это... Используется кирпич в наше время уже марка 150, марка 200, а это 25, то есть это как бы вообще вот такая причина. Ну вот те, что усилили, они как бы будут внедрены с новыми кирпичами, где-то в стенах. Да, 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 то есть они тоже будут как в рубашке, потому что нужно их сохранить, но они приняты в рубашку, эти кирпичи. То есть вся история, она внутри, она вся осталась, и исторический облик, он будет сохранен полностью.